Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Доброго и хорошего вам вечера В эфире программа Трофей Рыбалка У микрофона Владимир Сметанин Напротив меня эксперт компании Арсенал На Комсомольской 8 Василий Мамонов Добрый вечер Василий И вместе с тобой и с нашими слушателями Мы проведем ближайший час Напоминаю, что генеральный партнер Нашей передачи компания Движение Нефтепродукт Без движения нету Женя Наш девиз, который мы пропагандируем Правда, в последнее время И ближайшие месяцы И недели мы будем, видимо, немножко скованы Потому что вступил в силу запрет Но рыбачить-то можно, тем не менее Ловить можно с берега, удочкой Не более двух речков Кстати, поясни, пожалуйста Что в официальном сообщении Правительства под этим подразумевается Поплавочная это понятно А донная снасть Что может быть? Это может быть фидер Это может быть фидер Конечно Кормушечку можно туда ищить Конечно, обязательно То есть фидер Это, по идее, донная ловля С кормушкой Это не запрещается Вы можете не вешать кормушку Использовать просто обычный груз Закидывать его рукой Как наши деды делали В самые добрые времена Доночку Можете закидывать это с помощью Специализированного удилища Это не запрещено Количество при кормке Точно так же не регламентируется Вы можете кормить рыбу там как угодно Сколько угодно И чем угодно На вашей снасти должно быть единственное условие Не более двух крючков На фидер, как правило, используют один Ну да На удочке используют один Я люблю два, кстати, на поплавочную Иногда да Хитрые поводочки Соответственно, сейчас у нас основная ловля Будет поплавочной Либо донной удочкой Это малые речки Которые уже практически в берегах Но еще чуть-чуть мутноваты И если не будет сильных каких-то катаклизмов И осадков Я думаю, что на майские праздники Большая часть рыболовного братства Уже поедет вот так вот открывать сезон Там посидеть с поплавочком Кстати, его тоже очень люблю Делаю это только весной А потом, потому что времени не хватает на поплавок А вот весной, милое дело Это поют птички Солнышко светит Природа просыпается Весна, поплавок Что может быть лучше? Ну да Черт побери Мы в очередной раз напоминаем о том Что по новым правилам запрет продлится до 10 июня Включительно Включительно То есть вот как Многие обжигались Как полночь пробило 11 числа Да, совершенно верно Многие на этом обжигались Думали, что о, 10 июня выходили на водоем Получали штраф Ну вот такое было Такие прецеденты были на самом деле Ну, все-таки в преддверии окончания этого запрета Хоть, конечно, это еще и далековато Но мы все-таки поговорим сегодня в передаче Об особенностях ловли тех или иных рыб В частности, жереха, судаха, щуки После 10 числа Да, после 10 числа Поговорим об этом, да Но начнем мы с тех вопросов Которые остались неосвещенными у нас с прошлой передачи Мы отвечали на вопросы слушателей И Василий, еще раз напоминаем, принимает вопросы В том числе в своих аккаунтах, в социальных сетях Прямо заходите, пишите Аккаунт не заблокирован Нет, конечно Там все открыто Свободно можно написать, спросить И масса вопросов поступило Вот сейчас перед началом программы Василий сказал, что на ответы на вопросы Прозвучавшие в прошлой передаче Уже пришли другие уже вопросы Пришли новые вопросы И пришли вопросы В общем, бесконечный сериал такой А почему там на мой вопрос не поступило там ответа Друзья, я конкретно на вопрос каждого не отвечал Я их немножко так скомпоновал И вывел такие какие-то усредненные вопросы Поэтому там, в принципе, ответы были Но вот конкретно на вопрос о новинках спиннингов В компании Серебряный ручей Который вот так и звучал Причем от нескольких пользователей Был там написан Расскажите, пожалуйста, какие новинки в 2019 году Появятся у компании Серебряный ручей Давай мы сейчас об этом будем говорить Но перед этим я напоминаю, что будет конкурс Как обычно в этой передаче Вопрос от Василия где-то в течение ближайшего часа прозвучит Ответить на него сможете вы посредством смс Номер 809-720-101-0 Первый правильно ответивший получит подарочный сертификат От компании Arsenal на Комсомольской 8 И я хочу поздравить победителя прошлой передачи Роман Лопаткин Он верно самым первым ответил на вопрос Правильный ответ на который Флюрокарбон Вот из этого материала делаются невидимые поводочки Совершенно верно Невидимые в воде, соответственно Поздравляем вас, Роман Итак, Серебряный ручей Напоминает название, говорю, санатория какого-то На самом деле это марка Это спиннинги Это вообще торговая марка, которая в себя включает не только спиннинги То есть компания Серебряный ручей занимается производством катушек, приманок Различных аксессуаров для рыбалки У них есть поплавочная программа Они делают фидеры Ну то есть это все В целом, но в основном Основная, скажем так, направленность фирмы Это все-таки спиннинги Спиннингостроение, я скажу так Потому что главный эксперт Это, кстати, важный нюанс Эксперт и папа этой компании Это Юрий Заславский Он известный российский рыболов, спортсмен Известный российский рыболов Который проектирует спиннинги сам То есть это неваловажно Люди не просто тупо копируют и берут пример с кого-то Не то, чтобы даже копируют Очень часто некоторые фирмы Не будем там называть Бывает так, что берут уже готовый спиннинг Готовую заготовку какую-то Пишут на нее свое название Свою фирму и выдают его Что вот мы сделали Вот, пожалуйста, получайте готовый продукт Но, к сожалению, такие имеются А фирма Серебряный ручей пошла немножко другим путем Они реально проектируют То есть Юрий достаточно много времени проводит именно на заводах Он выбирает материал для этого спиннинга То есть графиты Они мотают бланки И, соответственно, они эти бланки тестируют В заводских условиях на различных там машинах То есть их гнут, загибают Там растягивают, скручивают Или еще что-то Вот, выявляют слабые и сильные стороны В зависимости от вот этих опытов Уже там исправляют эти ошибки В конечном итоге мы получаем там готовый инструмент Вот, что немаловажно На сегодняшний день Это спиннинги В бюджетном и в средне-бюджетном Таком вот, ну и в среднем ценовом категории То есть там На широкий, в общем, круг рыболов Очень широкий круг рыболов И в среднем там спиннинги стоимостью Ну, не знаю, там до 8-7 тысяч рублей Там до 10, вот край А основная масса Это вот ценник там 2, 3, 4 Ну, то есть вот такой очень доступный Давай, чтобы придать такое авторитетное звучание Нашему дальнейшему разговору О компании Серебряный ручей Все-таки несколько слов Вот твоя оценка как профессионала этой продукции Я ловлю этими спиннингами Ты сам пользуешься этим спиннингом Хорошо, этим все сказано У меня в арсенале на самом деле Есть три удилища от этой компании Меня они полностью устраивают Честно скажу, я, когда приобретал себе эти спиннинги Я их рассматривал как гостевые Ну, то есть я вот очень часто езжу на рыбалку Кто-то приезжает и вот кому-то дать, да? Да, вот кто-то приезжает Иногда там кто-то бывает из новичков Там напросится на рыбалку Говорит, ну вот свозите, свозите, свозите Берешь, приезжаешь на водоем И видишь, что у человека, ну, реально Либо с Настей вообще не подходит под условия ловли Либо их нет Ну, такое тоже бывает Случается, да Вот такое тоже бывает И, соответственно, человеку что-то дать в руки Чтобы, ну, не стыдно было И в то же время умом-то понимаешь Что там вроде бы дать там какой-то очень дорогой спиннинг С высокой там чувствительностью Чтобы там все хорошо, блин, а если сломает? Ну, это все-таки новичок Но в то же время там дать совсем дубину Неправильно будет Потому что человек может не получить Это удовольствие от рыбалки А если это вот начинающий Он потом скажет Да зачем мне это все? Вот я тут ничего не понял У меня там ничего не чувствую Ничего не понимаю Снасть тяжелая Руки у меня вообще устали И зачем мне это вообще нужно? Издеваетесь, в общем-то Поэтому здесь вот такая тонкая грань должна быть И удилище должно соответствовать То есть его должно быть не стыдно Как минимум дать эту снасть в руки Ну и не жалко, если сломают Интересное определение продукции И спиннинги серебряный ручей Для меня стали на самом деле Открытием, вот таким новинкой Я знал об этой фирме долгое время Мы их продаем очень много Они всегда есть в ассортименте Но я как-то на них так не заглядывался А буквально два сезона назад У меня появилась необходимость Купить вот эти три спиннинга Я их купил И честно скажу Я ими рыбачу сам Почему именно три хочется мне спросить? Ни четыре, ни десять Нет, я купил, ну честно скажу Вот в нашей полосе Вот в нашем регионе Рыболову, который занимается Любительской рыбалкой Вот не там спортсменом Ничего, да Вот теоретически достаточно будет Трех спиннинговых удилищ То есть первое это там Целенаправленная джиговая палка С теми характеристиками О которых мы уже говорили Неоднократно, да Там достаточно много и неоднократно Вот Вторая палка Это палка под воблеры Да, там тричинки Все оставшиеся И третья палка Ну такой универсал Который можно там И на маленькой речке Где-то там порыбачить Да, там вертушечку кинуть Какую-то блесенку Там вот все Теоретически вот это Закрывает все хотелки Потому что я там не беру Там, ну обычному любителю Как правило Там не нужен какой-то Супер ультралайт Если без изощрений Без изощрений Так скажем, да Ну то есть там какой-то там ультралайт Какие-то вот в эти темы Лезть и там Это ни к чему на самом деле Поэтому трех удилищ хватает Поэтому я три их и купил Вот И честно скажу Я говорю Я ими ловлю Причем Очень часто Много Я их постоянно беру Вот, кстати, вот это вот Твичинговое удилище Воблерами на малых реках Очень много ловлю И оно вот туда вписалось И по типажу И по всему как надо И мне вот реально там С ним не страшно И не жалко лазить По этим кустам То есть даже если там сломаешь Ну Это все будет не сильно дорого Но они выполняют Свои технические характеристики Там на 200% В свою цену Очень хорошо Ну хорошо Много лесных слов сказали В отношении спиннингов Компании Серебряный ручей Возвращаясь к вопросу Новинок-то ждать Новинок ждать Новинки уже на витрине Новинки уже есть Новинки уже выставлены И первая новинка О которой стоит Наверное сказать Вот прям хочется Об этом рассказать Это серия Джиг Лайн То есть ну уже Из названия понятно Что это удилище Такой джиговой направленности Она в этом году появилась Эта серия Это серия появилась В этом году Я сегодня буду говорить О сериях Которые появились В этом И конце 18-го года То есть вот Джиг Лайн Конкретно появился В 2019-м году На выставке Были привезены Тестовые образцы И после этого Вот они пошли В серию Соответственно По названию Уже понятно Что Джиг Лайн Там в основном Джиговые удочки Очень широкий Модельный ряд У них есть Три длины 762-я Это 2 метра 30 сантиметров 802-я Это у нас Получается 2,44 И 852-я Это 2,51 То есть теоретически Все три длины Очень и очень Оптимальны Для именно Ловли джига Ну мне кажется Это классикой жанра Можно даже назвать Да, да Совершенно верно То есть здесь уже Можно найти И там береговое удилище Которое будет Хорошо кидать И какое-то лодочное И такой универсал Который и туда И туда пойдет Ну вот 802-я модель Тесты Опять же Очень широкие Нет совсем Легких удочек То есть Минимальный Вернее Тест у них До 18 грамм Ну такой Лайтовый Медиум Типаж Удилища И самое тяжелое До 70 грамм И дальше Там различные До 28 До 35 До 42 До 56 До полтинника Ну то есть Вариантов Куча И каждый Может подобрать Все что хочется До 4000 рублей Вот эти спиннинги стоят Фурнитура Противозахлестные кольца Современный держак Очень хороший графит Палки реально легкие Звонкие Не знаю Мне вот на потрях Очень-очень понравились И больше того скажу Я буквально Вот в понедельник Вернулся с рыбалки Мы ездили Открывать сезон На реку Кама Там запрет Наступает с 25 Апреля До 25 Апреля Там рыбачить можно И я с собой Брал Три удочки Разных серий От Серебряного ручья Именно джиговых Вот И все Результат на них Я был три дня И каждый день Я ловил Вот одним удилищем Вот напишу потом В дальнейшем Небольшой отчетик Можно будет посмотреть У меня на странице Мне безумно понравился Джиглайн до 70 грамм Мне очень понравился Джиглайн до полтинника 802 Прям Вот очень-очень Да И я половил Длинные модели 852 до 46 грамм Ничего такая Ну для лодки Для меня Вот в тех условиях Она показалась Ну через чур там Длинная Мне неудобно было Там рыбу принимать Ну давай Давай сообщим Все-таки Хоть отвлечемся Трофеи-то вот были У меня был судак на 5 На 3 На 5 это килограммов 5 килограмм судак 3 килограмма судак Рыб 5 наверное Таких за двушку Ну не знаю Может еще штук 60-70 таких Порядка там килограмма Ну понятно Что вся рыба отпущена была У напарника была щука на 6 А у меня был сазан на пятерку Ого Ну он подбагрился Это он на какую приманку Он забагрился А забагрился Да прости Вот он махнул хвостиком Ну просто сейчас сазан Очень часто собирается В огромной стае Да стоит рядом где-то С судаком И вот такая вот штука происходит Да красивая золотая рыбка Которая на вываживании Там особенно за хвост Была зацеплена Доставила там бешеное удовольствие Сколько времени заняло его Минут 15 я наверное Доставал Это очень достойный соперник Я был уверен Что там какой-то монстр Я сначала думал Что это сом Потом думал Что это какой-то огромный судак Потом всплыл Сазан Да все здорово Мы сфотографировали с ним И с богом он поплыл дальше Вот Поэтому удочки отработали Отвлеклись Так как надо Ну маленькое отвлечение Вот дальше Серия джик про Вот у них есть джиклайн А есть джик про В чем разница Разница в том Что здесь вот уже как раз Приставка про Она говорит о том Что удилища сделаны Из более высококлассного графита Имеют более такую Современную фурнитуру Эта серия не новая Она появилась в том году То есть уже рыболовы Смогли оценить ее По достоинству Половили В этом году Единственное что У них появилась Одна единственная модель Которая Ну вот Напрашивалась ее Не было в прошлом году Это модель В длине 2 метра 30 сантиметров И с тестом До 85 грамм Ну то есть Такой тяжеловес Конкретный Под хэви джик Под крупную приманку Под сильное течение Там солидную рыбу Вот Палка Вот я ее Брал с собой Покидал там буквально Вот наверное Ну часа два Ну потому что Условий не было Слишком там По тесту Она была велика Рыбалка происходила Сплав средства Да мы ловили конечно же Скатера Значит Удилище В принципе Очень-очень понравилось Вот для приверженцев Именно такой вот Тяжелой артиллерии Да Оно прям Будет очень хорошо Ценник Порядка там 5 тысяч рублей Вот Для тех Кто хочет попробовать Что-то вот Себя там В стезе Вот в этой там Хэви джига И всего оставшегося Я думаю Что очень достойный вариант Следующим Интересным И по мне Вот очень интересным И реально Вот на российском рынке Таких удилищ Очень-очень мало Есть такая серия Неолайн у них Называется Это достаточно дорогие удочки Это Тестовый Ой вернее Ценовой диапазон Где-то порядка там 8-9 тысяч рублей С чем это связано? Вот Связано с тем Что они изготовлены Из самого современного Графита Фирмы Торей Да Японский Припреек Торей То есть они графиту Японцев закупают? Конечно Вот Тореевский графит И у него плотность Т46 То есть это самый такой На сегодняшний день Наверное Один из самых технологичных Графитов Который существует То есть эти удилища Имеют минимум связующего В своем Соответственно Они очень жесткие Такие получились Очень-очень легкие Вот для затравочки Могу сказать Что самая легкая модель У них весит 59 грамм Вот я и хотел сейчас спросить Понятно Что все эти термины Да А что человек-то Получает за эти деньги Легко Во-первых Легко Вот Весит 59 грамм Удочки такие Очень-очень интересные И самое главное Что Это тесты Вот у них есть Удочка с тестом До 2 грамм До 3 грамм До 4 грамм До 6 грамм И самое тестовое Если память не изменяет Порядка 7 грамм То есть это удилище Для приверженцев Ультралайта И вот эти вот Модели там До 2 Это 3 грамм Они пользуются Бешеным спросом У любителей Ловли на мормышку Вот я никак не могу В нашу студию Затащить там Своих друзей Да Я помню Мы обещали Наноджигеры Да Есть еще другое слово Но оно не эфирное Не эфирное Рьяных вот Мормышечников этих Не могу затащить Потому что ребята Где-то сейчас там Что-то вот ловят Куда-то там ездят Еще там Кто-то закрывает Там сезон со льда Я говорю На озерах Но тем не менее Обещали быть Так что надеемся Что мы все-таки Вот во время Пока у нас идет Вот этот запрет Да осветим эту тему И раскроем ее И поговорим Слушателям скажу Уважаемые слушатели Вы сейчас Вот то что услышали То услышали Действительно Если вы не знали Об этом Мормышку Привязывают К спиннингу Спиннингом Ловят на мормышку В заброс Ну это Это нормальная тема Вот Соответственно Вот эти спиннинги Оснащены Самой лучшей На сегодняшний день Фурнитурой От фирмы Fuji Это Кольца Торзает В титановых рамах Вот Соответственно Катушкой Держатель Триней нет В общем Вот Катушкой Катушкой держателей Фирмы Fuji То есть Все это Очень хорошо И реально Вот если бы Этот спиннинг Был произведен Какой-нибудь Японской Компанией Он бы стоил Далеко Там не 9 тысяч Рублей Он бы стоил Там Ну не знаю Там 20 Может быть Даже дороже А здесь реально покупатель сможет получить за вот эти деньги просто потрясающий инструмент. Еще раз хочу повториться, эти спиннинги есть в наличии, пожалуйста, Комсомольская 8, приходите, потрясите. Вот приверженцы Литралайта прям обалдеют от этих характеристик. Я себе очень хочу, вот малые реки сейчас когда начнутся, там Галавлик и все, вот самую тестовую модельку у них там до 7 грамм под воблер, я вот обязательно свожу на реку, попробую, я думаю, что произойдет такой фурор. Так, что еще? Серебряный ручей там. Следующая серия, которая также появилась в прошлом году, но в этом году они сделали дополнение к ней. У них есть такая серия, называется Саламандр. Вот в чем особенность? Здесь серия называется Саламандр Солид, то есть они сделали удилище на базе вот той серии, которая появилась в прошлом году, но со вклейкой, то есть микроджиговое удилище со вклеенным кончиком. Тесты до 6 грамм, до 9, до 12 грамм, и в трех длинах также оно у них существует. Для меня вот эта удочка, она, скажем, такой, ну вот честно скажу, много чего там через мои руки проходило, много что держал в руках, много на что обращал внимания, там сам где-то ловил, там у кого-то брал или еще что-то, в соотношении цены-качества, а цена здесь 2000 рублей. Сколько? Две. Две. Я считаю, что вот это, наверное, одно из идеальных удилищ для новичка в микроджиге. Ну, то есть реально просто классные технические характеристики, то есть им реально можно очень здорово ловить по назначению вот микроджигом. Там правильная вклейка, правильная длина вклейки, правильная жесткость вклейки, легкая удочка, там незапредельные длины какие-то, да, то есть там максимум до 2.30. Сделали правильные тесты, то есть начинающему там микроджигеру нет смысла приобретать удилища там с тестом до 3, там до 5 грамм, да, то есть нужно что-то понять, там, соответственно, ну, там взять удочку до 6 грамм, ну, о том, о чём я и говорил в нашей передаче по выбору, что там оптимально тестом до 5-6 грамм. Вот здесь всё есть. И в то же время это действительно вот удочка, с которой не стыдно там прийти на водоём, да, половить рыбы и получить удовольствие. То есть она реально рабочий инструмент за 2000 рублей. То есть найти чего-то похожего на рынке сейчас можно, но это будут либо китайский ноунейм, да, там какой-то неизвестной фирмы, и у которой, не дай бог, вы там что-нибудь сломаете, никогда нигде не купите запчастей. А у фирмы Серебряный ручей есть ещё один огромный жирный плюс в их копилку в том, что у них всегда можно приобрести сломанную запчасть. И они в наличии тоже всегда эти запчасти, да? Конечно, вот. Вот. К сожалению, очень часто, особенно новички, там, да, не знаю, там, с удилищами как-то обращаются, неправильно, там, на вываживании рыбы где-то это может произойти, и ещё как-то. Удочка может, к сожалению, сломаться и выйти из строя, там, не знаю, вершинка, комель, там, как угодно. Вот. Здесь у вас есть плюс. Вы можете приобрести стоимость, как правило, 30% от стоимости удилища. Ну, то есть, опять же, там, не какие-то запредельные цены. Всё можно посчитать, там, посмотреть на стоимость удочки и 30% от неё взять. Вот за такую цену вы сможете приобрести сломанную запчасть. В общем, если вы решили приобщиться к лёгким, лёгким, да, весам, ультралёгким весам, запомните, Серебряный ручей серия Саламандр... Саламандр Солид. Солид. Вот. Очень интересные палки у них получились. Ну, по мне, такой прям прорыв, не знаю, вот в этой ценовой категории. Что-то лучшего там желать на самом деле не стоит. Ну, вот это, собственно, всё, что у них появилось на рынке сейчас, вот в 2019 году. Так линейка очень широкая, там спиннингов огромная куча. Есть там и твичинговые модели, там, да, специализированные. Есть там такие универсалы. Есть удочки конкретно заточенные, там, под дальний заброс, под ловлю жереха блёснами. Ну, вот это всё. Я это всё к тому, что, да, пожалуйста, приходите, это всё есть в наличии, оцените качество, там, посмотрите, потрясите, сравните с более дорогими моделями, которые есть также в магазине, да. То есть, ну, действительно, заслуживает внимания. Это вот то, что касается новинок спиннингов Серебряный ручей. Надеюсь, друзья, я ответил на вот этот вопрос, да, который вы так рьяно задавали, поэтому со спиннингами закончили. Вперёд. Да, со спиннингами закончили и заканчивается, по большому счёту, первая половина программы «Трофеи рыбалка». Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на улице Комсомольской, 8, традиционный наш гость и рассказчик. Сейчас я предлагаю Василию задать вопрос нашим слушателям, потому что минутка у нас ещё есть. На каналы подарочный сертификат от компании «Арсенал». Итак, вопрос. Номер для Ваших ответов, смс-ответов 8909-720-101 и 0. Внимание. Да, вопрос будет вообще очень простой. Я думаю, что это каждый рыболов, который в нашем регионе ходит на реку, знает, какую рыбу у нас в нашем регионе называют саблей. Куда пошёл? До сабли половить нужно. Вот какую рыбу в нашем регионе называют саблей? Самый простой вопрос, наверное, проще не бывает. Ну да. Легко, мне кажется. Легко. 8909-720-101 и 0. Ещё раз напоминаю номер нашего телефона. Генеральный партнёр нашей программы – компания «Движение нефтепродукт». Двигаться к следующим темам. Мы будем уже спустя небольшую паузу. Это будет реклама. На очереди у нас, напомню, ловля щуки, жериха, судака. Ну, если успеем, начнём с щуки. Да, начнём с щуки, да. Ну, потому что этот вопрос был задом, да, мы на него не ответили, поэтому начнём с щуки. Так что не пропустите. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Прыбалка. Продолжается наша программа. Меня зовут Владимир Суметанин, Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской, 8. Кто-то в прошлой передаче очень интересовался, и мы не успели ответить, интересовался ловлей щуки в условиях травы на мелководье. Да, я всё помню. Да, 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 совершенно верно. Именно с этим с этим вопросом. Именно так звучал вопрос. Ну, травы пока не особо. Здесь вопрос немножко такой, что у нас в основном в нашем регионе ловят щуку на прудах и озёрах. Старицы всевозможные. Ну, старицы, да. Вот, они очень сильно зарастают. И, соответственно, как ловить? Чем теплее лето, тем быстрее зарастают. Совершенно верно. Как ловить, на что ловить, какие снасти использовать, какие приманки в условиях травы. И, вот, наверное, я скажу ещё про важный момент. Это время ловли. Ну, время суток. А, время суток. Я вот, я аж думал, там, по дням недели. По дням недели мне уже. По вторникам клюёт. Ну, вот, время ловли. Почему, вот я даже, наверное, с него начну. Приезжая на водоём, мы выходим на воду, ну, там, не знаю, в три утра. Да, там, в четыре утра. Ну, если в июне, это уже светло. Ну, уже светло, всё хорошо. Очень светло. Ну, мы пытаемся, там, ловить, вот, как правило, там, в траву. Мы же, там, думаем, что, о, там, щука стоит в траве. Вот, самое время ловли в траве на мелководье – это середина дня жара. Полдень, в смысле? Совершенно верно. Обеденное время, как мы привыкли говорить. И самое, что интересно, чем жарче на, вот, в воздухе, да, тем больше рыбы будет стоять именно в траве. Почему? Потому что там, во-первых, тень, да, ну, соответственно, водичка чуть более прохладная. Вот, это раз. Во-вторых, в этот момент, вот, вот в эту тень травы собирается реально весь малёк, который есть в водоёме. Ну, мы это уже проверяли. Ну, понятное дело, что он пытается тем самым скрыться от хищника, да? Да, мы вот это уже проверяли. Выплываешь на водоём утром, времени три утра, там, солнышко, всходит туманчик такой, ты приплываешь в траву, кидаешь, кидаешь, не заброса. Отходишь от травы, кидаешь либо по урезу, либо вообще в чистое место, в глубину, и начинаются поклёвки вот этой щёки. А в траве нет никого? По днём обратная ситуация, то есть по открытым частям водоёма можно плавать там до одурения, ходить там вдоль берега, там, не знаю, если с берегом рыбачим, да, там, кидать, но мы не увидим ни одной поклёвки, потому что вся рыба находится там. Вот, ловля в траве, она очень-очень интересна, очень динамична, а связана всё с тем, что там, как правило, мелко. Ну, вот мелководье, да? Вот. И у нас вся ловля происходит на глазах. Мы поклёвку не то чтобы чувствуем руками, мы её видим. А поклёвка щуки, вот когда мы её видим, она действительно там завораживает. То есть мы смотрим, что она же очень здорово маскируется и прячется в этой самой траве. Мы ведём там в каком-то окошке там нашу приманку, мы видим, что здесь нет абсолютно никакого хищника, и вдруг она откуда-то вылетает, там, съедает её. Ну, это, конечно, смотрится очень здорово, не знаю, там, прям адреналин зашкаливает. Атаки приманки, атаки на приманку, они, как правило, стремительные у щуки в траве? Или всё по-разному бывает? Очень стремительные. Очень стремительные. Да, то есть она ценит всё-таки время и старается как можно быстрее ухватить. У щуки есть одна особенность, особенно в траве, когда она атакует, мы ведём всё равно, нам нужно провести приманку, ну, по относительно такому открытому месту, ну, то есть в окна, да, вот так называемые в траве. И у щуки здесь срабатывает инстинкт. То есть если она не успела атаковать приманку, когда она идёт в открытом месте, да, ну, она же её оценивает, там, как, не знаю, там, кормовой объект, рыбку какую-то, да. И, соответственно, если она не успела здесь её атаковать, то, значит, рыбка эта спрячется от неё в траву, а в траве её, там, догнать будет достаточно трудно, поэтому у неё времени на обдумывание минимум. Ну, и к тому же на открытом месте, ну, мне кажется так, если бы я был щукой, да, проще контролировать, наверное, пространство. Вот я про что и говорю, то есть ей там достаточно, вот, времени нет на обдумывание. Либо съел, либо не съел, там всё уплыло, спряталось, и никогда там не догонишь. Поэтому это всё происходит очень молниеносно. Мы буквально, там, я говорю, вот нет ничего на горизонте, да, бац, рывочек, там, приманки, вылетает щука, атака, поклёвка, всё. Значит, по времени ловли, вот мой совет, если вы хотите ловить в траве, и ловить в траве, то это самое лучшее время, это день, вот прям вообще день такой, да, и очень-очень эффективно бывает ловля вечером. А вечером по одной простой причине. Вечером, наоборот, вода в траве, она более тёплая. А уже на открытых местах начинает охлаждаться. Соответственно, опять же, малёк стоит в траве. Греется, так скажем. Как только там наступает ночь, там, да, какая-то малёк от травы отходит. Ну, то есть вот это вот постоянное движение кормового объекта в траву и из травы, да, оно заставляет хищника точно так же двигаться за ним. И поэтому вот начиная там с дневных часов, да, там, до заката, мы абсолютно спокойно ловим в траве и получаем там удовольствие. То есть не надо себя пытать рано вставать, заводить будильник, можно нормально выспаться. Совершенно верно. Делать все дела с утра, которые запланированы, и ближе к обеду выдвигаться в травянистое место на водоёме. Дальше по ловле щуки в траве стоит однозначно сказать о снастях, которыми мы пользуемся. Конечно. Вот, я имею в виду там спиннинг, катушку, там, ну, это второстепенно катушка уже там, в принципе, может подойти абсолютно любая, там, и шнур. Вот, в первую очередь удилище у нас, опять же, не должно быть каким-то там ультралёгким или ещё что-то оптимально будет удочка, ну, в зависимости от выбранных приманок, соответственно. Ну, там, с тестом грамм до 28, я вот очень часто, например, ловлю палки там с тестом до 42 грамм. То есть меня спрашивают, а вроде бы, а зачем там такая щука у тебя там на 10 килограмм, там, или ещё что-то. Нет, но мы ловим в очень замкнутых условиях. Мы ловим в условиях травы. Где велика вероятность в том числе зацепить. Да, зацепить-то это одно, там, можно подплыть и отцепить. После того, как у нас произойдёт поклёвка, и мы сделаем эффективную подсечку, щука, как правило, молниеносно залазит в эту самую траву. И вываживать её оттуда, это не на чистом месте там повозить. Да, то есть её оттуда в прямом смысле этого слова нужно выдрать. И очень часто ты достаёшь там щуку на килограмм, а на ней ещё килограмма три травы. Вот прям вот так вот, да, и вот её нужно там оттуда вытащить, да, там, достать, вытянуть. И если у нас будет в руках там какая-то ультралайтовая, либо лайтовая палочка, ну, ничего хорошего-то из этого на самом деле не получится. Мы просто эту рыбу потеряем, оторвём приманку и ничего не достанем. Поэтому чрезмерная вот эта мощность нам важна и нужна. Вот, поэтому мой совет там либо 28, там, 35, там, 42 грамма, ну, вот что-то такое. Палка должна быть достаточно быстрого строя, с хорошим таким сдерживающим ресурсом в комле. Понятно, что быстрого строя желательно, да, можно там и экстрафаст использовать. По шнуру. Шнур я использую, опять же, достаточно толстый. То есть, если смотреть там по японской классификации, то это двойка. Связано всё с тем, что, ну, опять же, у нас там вываживание... Это ноль? Это ноль двадцать три. Ноль двадцать три, ага. Ну, то есть, если на наши перевести, не тонкий шнур, вот, а связано всё с тем, что, опять же, мне нужна вот эта мощность снасти, да, чтобы я мог не отвлекаться там на посторонние вот эти все штуки, там, на траву и всё оставшееся. Да, именно вываживать рыбу так, как мне это нужно. То есть, контролировать весь процесс. И связано ещё с тем, что при ловле в траве, как правило, забросы мы производим очень точечные, очень точные должны быть, но недалёкие. То есть... Вот, вот, я хотел спросить, опять же, судя по твоему опыту, насколько близко ты можешь расположиться от этих окон, от этих... Вот бывает так, что встаёшь там в пяти метрах от окна и абсолютно спокойно... Ловишь рыбу, основная рабочая дистанция – это 15-20 метров. Просто дальше вот этой дистанции сделать, во-первых, точный прицельный заброс, ну, достаточно сложно, потому что там может быть боковой ветер какой-то, ещё какие-то факторы, да, там, ну, можно не попасть в это самое окно. Это раз. Во-вторых, на больших дистанциях очень трудно контролировать приманку вот в этом самом окне, там, да. То есть, опять же, при боковом ветре там начнёт выдувать дугу, у нас там приманка мгновенно там зайдёт в траву, да, мы не сможем сделать эффективную проводочку. В таком расстоянии ты, может быть, не видишь какой-то кусочек, часть травы, да, тебе кажется, что там чисто на самом деле. Чисто, ты можешь туда засадить это всё, да, совершенно верно. Вот поэтому там 10, 15, там, 20 метров. Ну, поэтому здесь шнур может быть достаточно толстый, нам какая-то супердальность там не нужна, нам нужна мощность снасти. Вот, поэтому катушка, каждый выбирает своё, да, вот я при ловле в траве всегда пользуюсь мультипликатором. Угу. Мультипликатор. Ну, потому что мы, опять же, говорили, что мульт, он при всех прочих равных там с толстым шнуром дружит лучше, да, у него там тяговый ресурс выше, он там более мощный, и при всех прочих равных с мультипликатором сделать точно заброс намного проще, чем с безинерционкой. Вот, он будет легче, сама снасть по себе будет легче, то есть удочка у нас там всё-таки такая массивная, тяжёлая, там, до 42 грамм, например, а мультик, он будет такой лёгонький, и всё, и снасть в целом будет очень сбалансированная, поэтому с мультом мне это делать немножко проще. И забросы недалёкие для этого и, собственно, проектировался и делался мультипликатор, ловли на коротке мощной снастью. Вот, это то, что касается именно снасти. По приманкам. Да, приманке. Вот здесь... Один из самых главных вопросов, да. Здесь очень-очень такой широкий ассортимент того, чего можно использовать. Колеблющиеся блёсны незацепляйки, да, с закрытыми, защищёнными двойниками, тройниками, пожалуйста. Значит, специализированные незацепляющиеся резиновые приманки. То есть это имитации лягушек, да, там, всего-всевозможных. Это имитации рыбок. Сейчас очень часто используют там имитации утят, да, там, вот... Утят? Реально, вот, щука очень хорошо есть. Что-то я не думал, что зубастая на это охотится. Ну, компания Savage Gear делает. У меня, кстати, есть такая приманка и реально ловит всё хорошо. А подожди, этот утёнок, он на поверхности, что ли, остается когда-то? Конечно, всегда. Да, то есть мы здесь в основном мелководье мы используем приманки, либо вообще не заглубляющиеся, либо имеющие заглубление, там, максимум 10, там, сантиметров, не больше. Больше нам не нужно. Вот, соответственно, это может быть различная резина неогруженная, то есть, ну, вот обычные наши, там, любимые твистеры, либо виброхвосты. В достаточно больших размерах их здесь стоит использовать. Мы их используем просто на овсетный крючок за счёт того, что эта силиконовая приманка сама по себе уже достаточно тяжёлая. Она летит на эти, там, 15-20 метров без всяких проблем. Вот, она не имеет никакой огрузки. И, соответственно, на овсетном крючке, который полностью защищён, она становится абсолютно не зацепляйкой. Мы можем кидать её прямо вот в ковёр травы, там, лишь бы она чуть-чуть там провалилась куда-то. И в некоторых местах вот именно неогруженная резина на овсетнике, она становится приманкой номер один. Она становится приманкой номер один в местах, в которых, ну, вот воды практически нет. То есть, вот реально вот ковёр... То есть, настолько мелко, настолько близко подступает к поверхности воды травы. То есть, вот ковёр травы, да, под которым там может быть, там, 50-60 метров воды, вот, такие места очень любит щука, очень любит щука. И там вот окна, они могут быть, там, 10 сантиметров, вот как блюдце вот такое. Представляю, да. В самом окне провести приманку нереально. Соответственно, мы делаем что? Мы делаем заброс, чтобы она у нас только вот провалилась в это окно. И с мультом это делать очень просто. То есть, мы кинули, да, клавишу не отжимаем, ждём, когда она у нас будет тонуть до дна. То есть, всё, она у нас утонула. После этого начинаем проводку. А проводка очень простая. То есть, мы делаем лёгкие рывочки, по чуть-чуть выбираем... Лесной шнур. Шнур, да. Вот, и у нас приманка работает именно вот не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, вот в этом окошечке. То есть, там, дёрнули 3-4 раза, как правило, этого хватает. Если есть активная хищница рядом, она сожрёт. Среагирует сразу же. Поклёвки не произошло, всё, выматываем, в следующее окошечко делаем точно такой же заброс. Там у нас под травой это всё проваливается, проводим. Очень часто бывает такая штука, что, ну, я, по крайней мере, попадал, там, вот кидаешь эту приманку, там, ты не попадаешь в это окошечко, а попадаешь вот на ковёр вот этих водорослей, да, на нём лежит приманка, ты начинаешь её подтягивать вот так вот к этому окошечку, чтобы она туда провалилась, и в этот момент у тебя водоросли раступаются, вскипает вода, у тебя хватает щука приманку. То есть, реально, вот в этих случаях только неогруженная резина вот здесь сработает. Есть ли у нас следующая, например, там, ситуация, кувшиночные поля, да, ну, вот кувшиночное поле. Кувшинки, как правило, растут так хорошо и на нормальной глубине могут расти, вот. И у них вот как раз вот в таких кувшинках бывают большие такие окна, да, по которым можно провести приманку. Вот здесь для меня, наверное, приманкой номер один становится либо поппер, да, то есть вот этот хлюпающий звук, который издаёт, да, который мы ведём рывковой проводкой по самой поверхности воды. Поппер – это поверхностная приманка, которая имеет такую выемочку в носике, и когда мы её дёргаем, она производит такой вот шлепок, да, там разлетается вода. А вот напомни, что он имитирует, вот этот поппер? А вот чёрт его знает, что он имитирует на самом деле. Он, возможно, имитирует... Не в этом его смысл, а в смысле в том, чтобы вот это хлюпание создавать. Вот это хлюпание создавалось, возможно, он имитирует какую-то кормящуюся рыбку, возможно, он имитирует какую-то, там, не знаю, передвигающееся что-то по поверхности. Ну, честно скажу, не знаю, что в природе я таких вот существ, которые бы так себе вели... По крайней мере, в наших просторах. Вот, не встречал, но щука этот поппер жрёт, я могу сказать, там, с перевеликим удовольствием, и на многих водоёмах, особенно если это касается времени года, там, например, июль, вот в самую жару, не знаю, опять же, с чем связано, но вот в жару поппер реально работает лучше всего. Чем холоднее вода становится, тем хуже работает поппер. Там другие приманки выходят на первое место. А вот с поппером в жару реально... Поверхностная приманка. Это касается и щуки, это касается и окуня, да, окунь прям стаями бывает за поппером гоняется, очень любит эту приманку. Вот, поэтому вот здесь, в таких более или менее больших окнах, приманка поппер, ну, для меня там, наверное, номер один. Они разных размеров. Они бывают разных размеров. Разных размеров расцветов. Вот по расцветкам чуть я попозже скажу, там тоже есть одна особенность. Это вот в магазин пришёл и говоришь, мне поппер нужен. Ну да, сразу поймем. Ну да, конечно, поймем. Вот, здесь приманка поппер. И для меня, наверное, второй тип приманок, который вот в кувшинках я применяю, это спиннербейты. Так, давай поясним, для тех, кто не в курсе. Спиннербейт к нам пришёл из Америки, да, то есть это американская приманка, изначально придуманная там. То есть у нас в России очень часто называют коромысло. Вот, то есть это приманка, которая сделана на стальной раме, да, то есть вот такая рама треугольничком. Снизу вот здесь есть там головка и свинца, да, крючок вот с такой юбкой бахромой. А сверху вот на этом коромыслие висят лепестки, которые вращаются, цепляются. Это всё посрединке. Не так просто он, спиннер называется, да. Да, спиннербейт, приманка чем примечательна, тем, что она абсолютно хорошо проходит все стоящие водоросли, да, потому что крючок размещен кверху, и он теоретически закрыт вот этим коромыслом, да. Она не цепляется там в кувшинках, она не цепляется в асоке, она не цепляется в хвоще, то есть вот эти вот такие... Это всё, что может произрастать для наших водоёмов. Вот эти крупные, именно крупные, да, водоросли, через них она проходит очень хорошо. Приманка очень объёмная, очень объёмная, приманка очень шумная. Единственное, что я не могу понять, что представляет себе рыба, кого она представляет, когда имитирует. Вот эта приманка реально даёт очень такой большой объём, да, щуке это безумно нравится. Эта приманка работает как на проводке, точно так же она работает и в фазе свободного падения, да, то есть у неё вот эта юбка там... То есть ещё и тонет ещё? Да, конечно, тонущая. Вот это единственное, ну, блёсны ещё, да, там тонущие приманки, остальное всё плавающее мы используем. Вот, она в фазе свободного падения точно так же работает, у неё вот эта юбка там развивается, да, и у неё вращаются лепестки, поэтому если, например, в тех же кувшинках там в траве есть глубина там 2-3 метра, такое бывает, то можно провести её такой пилогическим джигом, да, там в толще воды по самой поверхности. Мы её можем провести там на достаточно большой скорости проводки. Очень интересная приманка, к сожалению, не знаю, почему у нас их используют редко. У меня они в коробке всегда есть, и на них я очень эффективно ловлю щуку. Прям, вот, не знаю, мне очень нравится приманка именно в кувшинках. Для меня на втором месте после попперов это вот спиннербейты, которые вот реально ловят хорошо. Вот. По цвету приманок вот ты сказал, да, там, а вот какой цвет, там, ещё что-то взять. Года, наверное, 3 назад, может, 4, ну, где-то вот. Но мне кажется, здесь Василий не изменит своё правило. Нет, изменю. Тут вот один классический цвет, а один какой-нибудь кислотный. Абсолютно не так. Нет? Абсолютно не так. Изменю своему вот этому всему выбору в других типах приманок. Именно вот в поверхностной ловле на мелководье есть у нас такой замечательный рыболов-спортсмен. На сегодняшний день это самый титулованный спортсмен в России. Он, там, многократный призёр чемпионатов мира, он, многократный, там, победитель чемпионатов мира. Не знаю, там, один, наверное, из лучших, а может, и лучший, наверное, рыболов, который ловит именно щуку на мелководье. Я сейчас говорю про Алексея Шанина. Вот. Вот рыболовные братья точно его знают. Так вот, года, наверное, четыре назад мы с ним общались, с Алексеем на выставке разговаривали. И вот зашла у нас как раз ловля, там, ловля в щуке в траве. А я скажу, что он живёт в Краснодаре. Это краснодарские лиманы. То есть это... Ой, безграничные просто какие-то... Вот это безграничные заросли травы. То есть у них там максимальная глубина, там, не знаю, там, два метра, это очень хорошо. Куча вот этой травы, да, вот эти окна, всё оставшиеся. Безмерное количество там какой-то щуки, да. Ну, это вот домашний водоём, полигон Алексея, собственно, да. Повезло. И, соответственно, вот он там супер ловит на воблеры и на всё оставшееся. И вот на мелководье он там, можно сказать, там, собаку съел вот в этой ловле. И, соответственно, общаясь, у нас зашёл разговор там о выборе приманок. Всё-всё-всё, мы там с ним пообщались. Я получил какие-то там от него, скажем так, советы, да, там, всё. Причём кое-что там я ему рассказал, там, подарил там приманку. У меня там была блесна такая самодельная. Он прям до сих пор там ловит. Вот. Ну, и зашёл разговор о цвете. Я говорю, вот там, Лёша, вроде бы, какие там цвета, всё. Ответ его меня просто вообще поразил на тот момент. Вот у меня уже сложилось там устойчиво, что мне там нужен кислотник там натуральный. Ответ был такой, да пофигу. Я говорю, в смысле? Это единственный случай, когда цвет не влияет. Вот, для меня, да. Я говорю, в смысле? А как? А почему там, вроде бы, ну, вот, всё. Он такой, ну, возьми, говорит, там, какой-нибудь лимонный, говорит, ты его хоть видеть, говорит, будешь всегда. Главное, чтобы тебе было. Вот, да, тебе там видно будет, всё хорошо. Я говорю, а с чем связано-то? Он такой, ну, вот смотри, мелководье, там, небольшая глубина, приманка идёт поверху. Рыба всегда находится снизу. Она ослеплена. На фоне светлого неба, какого бы ни было, там, солнечного, не знаю, там, пасмурного, всё равно оно светлое по сравнению с водой, правильно? Что там под водой? На фоне светлого неба, любую приманку, какого бы она ни была цвета, щука видит, как тёмный силуэт. Всё. Она атакует снизу. Она видит её, как тёмный силуэт. Он говорит, вообще... О, что-то есть. Вообще, говорит, без разницы, что там это будет выглядеть. То есть реально она видит вот движущийся силуэт, да, который может издавать какие-то звуки, там, булькать. Ну, и чувствует, что он там вибрирует. Да, там, булькать, хлюпать, чёпкать, там, чего угодно, да, но, тем не менее, она видит только вот силуэт. Соответственно, он говорит, я выбираю максимально яркие приманки, которые будут видны мне в любых условиях ловли, там, пасмурно, солнечно, как будет угодно, да, то есть я выбираю всё. Вот так, либо, говорит, выбираю цвета, ну, которые мне нравятся, хочу, чтобы вот такой цвет был у меня в коробке. Под настроение. Вот сегодня хочу, чтобы зелёный был. Ну, вот так. Вот будет зелёный. И, соответственно, это действительно так. Вот опять же, методом пробы ошибок вот уже в дальнейшем, там, я попробовал, действительно, цвет вот в такой ловле теоретически не влияет. Там больше влияет на количество поклёвок именно тип приманки. Бывают такие случаи, когда ты, например, кидаешь поппер, есть выходы рыбы, да, но поклёвки все мимо. Поклёвки все мимо. И вот здесь не нужно пытаться, там, поменять поппер на другой поппер, да, там, другого цвета. Поменять поппер на поппер, там, большего размера, на, там, хотя может сработать. Хотя нет, не уверен. Ну, может сработать, но не всегда. Да. Вот. Лучше кардинально поменять тип приманки. То есть ловили на поппер, есть холостые поклёвки, но нет реализации. Поставьте резину без загрузки и попробуйте провести её чуть глубже в толще воды. Срабатывает. Супер. Попробуйте убрать, там, поппер и поставить, там, абсолютно бесшумную, там, блесну, да, там, защищённую, защищёнными, там, двойниками, тройниками. Опять же, это сработает, потому что, там, поппер идёт только поверху, а эти приманки, там, что резина, что блесна, они ещё имеют, там, вертикальную составляющую, да, то есть блесна, там, сыплется, да, там, резина играет хвостиком на падении. Возможно, вот в этот момент вот эта щуке нужна, она привлекает её, вот, поппер, там, да, она за ним выходит, но жрать с поверхности не настроено. И такое бывает. У нас буквально пару минут, я предупрежу. Мы про воблеры не сказали, воблеры тут не идут. Вот, и вот как раз сейчас я уже подвожу к тому, что очень часто используют воблеры, но здесь воблеры нужно понимать, что должны быть специфические, то есть это однозначно плавающие модели, однозначно плавающие модели, это модели с минимальным заглублением, то есть так называемые воблеры с заглублением СССР, вот, которые там заходят буквально, там, 5, 10, там, 15 сантиметров в лучшем случае, вот. И для таких воблеров должна быть соответствующая проводка. Понятно, что мы сейчас говорим о воблерах Миноу, крэнки, кстати, работают намного хуже, вот, Миношки работают намного лучше, рывковая проводка, и здесь нужно добиться следующего, то есть с воблером Миноу мы должны имитировать именно вот рыбку, которая кормится, то есть что она делает, она где-то вот под поверхностью идет, там, в 10 сантиметрах, например, да, в какой-то момент всплывает и снова заходит туда. Ну, то есть что-то, как будто она что-то берется с поверхности воды. Да, что-то хватает с поверхности, и вот правильная проводка вот именно такая. Здесь очень часто, помимо вот рывковой вот этой проводки и рывковой анимации воблеров, очень часто бывает выгодна такая штука, так называемая проводка стоп-н-гоу, то есть когда мы делаем просто обороты катушкой, любой воблер Миноу, даже твичинговый, он имеет свою минимальную игру, и вот здесь он очень правильно будет идти, то есть это будет вот такая медленная какая-то игра, там, неразмашистая, да, под поверхностью, то есть там 3, 4, 5 оборотов мы делаем, потом делаем паузу, в этот момент воблер всплывает, да, то есть вот он что-то подобрал там с поверхности, хоп, и мы снова продолжаем проводку, бац, занырнул там на 10 сантиметров и идет дальше. Вот такая проводка, она реально провоцирует хищника. Если же мы будем, например, ввести вот такой воблер там твичинговой проводки, то есть с такими рывками, он будет у нас имитировать рыбку, мы не должны давать ему всплывать, то есть мы должны имитировать рыбку, которая вот что-то там делает под поверхностью. Какая-то активность у него, да. То есть она что-то там носится, возможно, она раненая какая-то, да, то есть вот она там сбоку на бок переваливается, все, но она не должна у нас всплывать. Соответственно, вот такая проводка, она будет достаточно агрессивная и быстрая, потому что воблер сильно плавающий, если мы будем делать хотя бы короткую паузу, он будет у нас постоянно стремиться всплыть. А так как заглубление всего 10 сантиметров, он у нас реально будет выскакивать из воды. Поэтому вот здесь мы практически без остановки вот это вот твичим, да, вот постоянно мотаем. Темп проводки получается очень высокий, не всегда это нужно хищнику. Поэтому вот стоп-эн-гоу, именно вот такая более вальяжная и мягкая проводка, она иногда бывает намного лучше. Вот так очень быстро пролетело на нас. Да ничего не говорить прямо вообще. Час программы, да. Трофея рыбалка. Благодарю эксперт компании «Арсенал» на Комсомольской 8 Василия Мамонова. Про период после 10 июня не успели. Ну как, про траву-то поговорили, это все равно после 10 июня, да. После 10 июня у нас осталось на следующую программу, вот я прям даже могу сейчас проанонсировать. Да, только быстро. Вот проанонсировать. Мы в следующей программе поговорим о ловле жереха, да, после запрета уже, когда у нас откроется, и о ночной ловле судака, потому что она очень интересная, тема обширная, классная. И у нас мало кто ловит. И реально вот ловить ночью очень интересно, здорово. И самое главное, мы можем это делать буквально там вот каждый день после работы, ехать на реку, ловить, ехать домой. То есть все здорово. Благодарю нашего генерального партнера, компанию «Движение нефтепродукт». На этом программа «Трофея рыбалка» завершена. Есть еще и видеоверсия, она появляется на следующий день на нашем сайте «Хокирова.ру» и на нашем YouTube-канале. И кроме того, там же на сайте вы найдете весь архив передач наших. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Прыбалка».